Больше общественного контроля, меньше самоуправства управляющих компаний. Эти цели преследуют два постановления правительства, подписанные Дмитрием Медведевым в конце декабря прошлого года и вступившие в силу 1 января. Согласно задумке авторов, новые документы сделают более прозрачным формирование платы за коммунальные платежи. Ведь зачастую жильцам многоквартирных домов приходят квитанции с цифрами, появление которых в управляющих компаниях объяснить просто-напросто не могут. Вот хотя бы взять октябрь или ноябрь. За обслуживание брали 1441 рубль 75 копеек. Сейчас увеличили больше, чем в полтора раза. 2883 рубля 50 копеек. Каждый месяц Тамара Алексеевна пытается выяснить, за какие такие услуги управляющая компания начисляет большие платежи. Стоимость тепловой энергии, горячей и холодной воды вроде бы не изменяется, а квитанция приходит всё с новыми и новыми цифрами. О постановлении в сфере ЖКХ жительница многоквартирного дома по улице Ленина узнала из местной газеты и очень обрадовалась. Собственник жилья увидит, сколько ему начислено на свет в подъезде, сколько за воду в подъезде и так далее. Но расшифровки нет. Помимо детальной расшифровки всех начислений, изменится и структура платежа. Теперь общедомовые коммунальные расходы будут включены в плату за содержание жилого помещения. Строка за общедомовые нужды будет фиксированной. Тариф определят до конца января. Если, получается, произошел объём потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, больше нормативы это вышло, то это будут уже убытки управляющей организации. Если он выйдет меньше, это значит её прибыль получается. То есть управляющие организации будут заинтересованы, как бы сказать, искать своевременно устранять всякие утечки, поломки и тому подобное на системах. То есть жители увидят видоизменённую квитанцию уже с февраля 2017 года. Вот эти услуги будут стоять так же, как и плата содержания, пропорционально квадратным метрам, значит, отдельными строчками. В целом для жителей многоквартирных домов плата за коммунальные услуги повысится. Сегодня управляющим организациям разъясняют, как взимать плату за общедомовые расходы. Все расчётные цифры по новым тарифам будут опубликованы на сайте администрации Наринмара в конце января. Ну то есть, по сути, происходит увеличение тарифа на жилищные услуги. Ну то есть, получается так. Единовременно у всех управляющих компаний страны будет возможность увеличить размер платы за содержание на вот эту сумму, которая будет расчётной, без проведения общего собрания. То есть, вообще, обычно плату никаким образом, кроме общего собрания, не изменить. То есть, здесь у нас будет разовая возможность это сделать на основании федерального закона. Также постановление ужесточает ответственность управляющих организаций за неправильно начисленные коммунальные платежи. Теперь с компанией взимается штраф в размере до 50% от суммы излишка. То есть, к примеру, если человеку полагалось заплатить за услугу 1000 рублей, а начислено 1500, то ему перерасчёт сделают, снимут 500 рублей и ещё 250 рублей сверху, как бы, как перерасчёт сделают в виде, ну, в квитанции. Как возмещение? Да, 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 возмещение вот этого исчерба. Постановлением правительства вводится ещё одно важное изменение – увеличение общественного контроля. То есть, общественные организации, советы, некоммерческие объединения могут проверить деятельность управляющей компании. О своём визите необходимо предварительно уведомить организацию. Все принятые меры, по задумке авторов документа, должны повысить качество услуг ЖКХ и уменьшить недовольство населения.